Нагнетаем обстановку и грабуем до 5 1, 2, 3, 4 Не надо, не надо Бачите, насколько трудно сказал Показать, не надо Абонирайте, поставьте на волосы Поставьте ручный звук и витаясь И набирайте туман. Вы видите, достаточно тяжелее. Вода. Внимаетесь у вас в мучке. Чи можно этот газ выпить? Можете? Понимаете, я писал, я писал не засовывайте туда руки, правда? Дивите, почему. Показываю один раз. Засуньте пальчик и скажите, горячая вода? Голодная, холоднючая. Это просто контрактивный. И чувствую, что вы наступите в ринг зато. Да, главное, что шло. Скажите мне, можно пить эту воду? Нет. Это технический сухерин. На смаке дешевые минералы, будешь ей пищевать в живот. А теперь суперсерьезные вопросы. Хемия испанулась? Да. Физика испанулась? Да. Давайте попробуем. Да. Это не я. Народ, гемия – это не то, что кидать в чистую воду. А нам надо надо. А вам и с нами на шахе не нужно. Будут вот такие вот звуки. Это называется генератор ого. Мы с вами створим чистый звук певної чистоты. Как мы звук побачим? Бачите, тут шланг? Він же тут не просадать. Він саме для газового балону. Що зараз відбувається? Я чіпляю газовый балон, пускаю газ, и его ты кладешь. Это небезпечно. Если хотите это делать дома, не робите. Робите в школе. Не для того, чтобы спалить в школу. Это классный физический эксперимент. В каждой школе требует газовый балон. Я открываю газ. Газ идёт по шлангу, выходит зараз среди речи. Я бы на вашем месте прикрылковый балон. Ну, другий ряд я, до первого будет 10. Что у нас выходит? Газова плита, как на кухне, правда? Если я не пожарил, то просто прицелуй волки. Вогтики приблизно однаково в высоте. Якщо водить рукою, то уже видно разница, правда? Я же толкаю повітря і змінюю тиску. Зробим по-іншому. Я зараз включу звук. В темною, оно будет кращим. Видите, вогтик. Зараз я включу від балдей, а наприклад, 740 грн. Дивіться. Нет. Вау. Хвилька. Слухова хвиля, как видите. Не меняется, не меняется, не меняется, не меняется, не меняется. Або, как говорят, физики, учность колывания усов, учность усов. Зверните увагу. Звук – это стоячая хвиля. Вот такая вот. А теперь видите, какой классный звук у нашей энтропедии. У нее идеальный музычный звук. Змениваем мантуатор и изменится довшина хвиля. А что такое ручность, вся амплитуда хвиля? Видите, дикий звук – учность. Дикий звук – учность. Висота витки – это как раз учность. Но звуки мало приемные, правда? Ууууу! Как это вы слишком посохает? Как это выставить? Что, что? Что поставить? Возвращение. Ну, где же такое? Я зараз присутствую. В ней больше трех миллиардов параметров. Тайке, вот и спасите уже семь миллиардов. Возвращение. Вот мы опять идем. Сейчас будет с кроном Марс. И подавите, Будет достаточно красиво. Теперь наша труба это эмп-малайзер. Эти стрибайцы штуки, которые показывают вкупы. Они показывают частоты. Тут у вас. Питковин. 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 А на них только выдели, что это собачий маль. Это очень молодые люди. Честно. Как правило, дети кричат, о, слава, в школе. Мама, мать, 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 мать. Мама, мать, 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 мать. Бачите, не треба вдома делать хамит. Ставьте труборубки, включайте в любую письмо. И заливайте. Музыка, тепло, погоню, гарный газ. Тому вдома не делать, можно заоткнутись. А в школе робите автобусы. Причина, я знаю, что там в помещении написать. А теперь найвеселее. Вимикание трубы. В чем справа? Мы спарюем прован-бутан. Ци гази достаточно тяжелые. Они не могут самим вылететь из трубы. Подождите, я сейчас... Сейчас поставлю частоту 125. И объединяю балконов. В трубе газ еще есть? Есть. Сейчас будет пакельный пароход. Причина, вы готовы? А? Вливая... Включаю. 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 Причуточник не знаю, как есть. А вы что, если зацветли? Не, делайте, наверное, на 30 холест, когда закончится в огонь... То вот, если вы там много с вами напустили. Это еще не все, там еще есть немного гад. Сейчас будет сборотный тяга, не петель, смешно, что мне страшно. До речи, града кого-то в дольше. Реально 2 см сгорелись, 4 минуты. Ха-ха-ха, улык езеро, не бой! Может, это еще не все, но дайте уважно. Все, ну баба безопасна, лекаря. На доме до ней не только солныя, а. Такая другая будет. Блэк, блея, блея. Ура, бляя! Каза, ну да! Слушай, а не сорвал! Блэк, бля ю-о-о-о! А где, бля? Крэ, бля? Ага, так-нады пора. Ну прямо когда, опу-пылой, кубе большой. А, да-да-да! Дрэк, дрэк, дра-дрэк, дра-дрэк, дра-дрэк! Пойдемте на свои ручки. Не засовывайте их в тазик. Добавьте твои ножки. Не засовывайте их в тазик. Третья, подивите на него. Не засовывайте его в тазик. Будь ласка, не падайте на петло. Не обтяжайте. Позови сюда Кимов. Не засовывайте его в тазик. Катя, дикие руки дай в область. Сладьте пальчик и скажи горячая вода. Холодная, правда? Дотянуй в бандер-пинджи. Ага, я чуть-чуть говори за пингвин. За носом. Чего запретить? Ні. Насмачить дешова минералка і буде пекти в животі. Бо це не харчовисток, а теплішки. А тепер, дітки, серйозне питання. Хемія сподобалася. Некристалізована в жонтар. Не знаєте, тут водички немає. Це колись бомбули кислогаса. Його взагалі спеціальні грудки. Стиснули. І вони з мясорубки випадають, і ви приколюємо штуку, схоже на конфети. Чесно, я бачив цей апарат, як були дітейська мясорубка. Ручки так не тягніть. Народ, це конфети? Ні, це не можна. Попликсувати, смоктати, кусати. Краще не трогалися навіть без захисту. Чому? Воно гаряче чи холодне? Холодне. Не гаряче, не холодне. Воно дуже-дуже-дуже-дуже холодне. Коли вас закривали в морозилці, там холодно? Так. Я не закриваю. Воні закриваю. Діля, я палі. В морозилці мінус 20. Мінус 24. Температура цих кристалів мінус 78 з половиною кратусу. Це холодно? Серйозно. З мученням ми трогаємося, якщо чесно. Народ, воно дуже холодне. Але, якщо таке повітре воно в Антарктиді, що буде з вами? Так. Заскільки буде 100 зараз? Якщо тверде тіло таке холодне, народ, у твердого тіла, більша теплопровідність і теплозємність. Якщо воно холодне, то воно дуже холодне. Якщо це тримати без перчатки, реакцію воно більше, це те саме, що взяти кип'яток і воно дуже холодно. Воно буде просто холодно, а буде... Машина не робота. Окей, полегляд. Як це знається? О, погляд! Воно буде співати. 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 Адже, що ви співаєте, що ви співаєте. Абсолютно верно. Через від барбату температури метал починає просто коливатися. Чому це називається сухиві? Люботок з ніжки так? Так. А що ти будеш подивитися? Чому я питаю про сніг? Коли ви тримаєте в руках сніг, що з ним відбувається? Вінтане! Віддіє тепла ваших рук, він втане. А то чи скапаєте? Абсолютно верно. Пар! І не разом перетворюється на газ. Це не пар, це не дим. Це виділяється в умислих слогах. Як називається цей процес? Воно зробиться в ньому ввечерк. Повторюється в ньому слово. Сублімація. Забудеться через 20 років. Віддяки кажуть. Сублімація. Сублімація. І вони коли твердеціємо, переходять і вас. Бачите як швидко сублімуруємо? Тому що тут достатньо тепло. Якщо кинути щось тепліше Сублімація буде швидше. Кинути щось тепліше? Та то є. Чого? Чова? Нікола так, будь ласка не робити ця той парі. Астри. Щас пробуюйте. Спочатку похекай на него. Не дуй, а нагривай его. Бачите, вы его нагриваете и субтимаціей, где набагато шлише и красивее. Ааа, ты голодишь, это очень неприятно. У меня не дало шмак зуба, это звучит. А у меня не дало шмак зуба, я уже... Я спадаю воду, если я спадаю шмак зуба. Дай таки радийство. Гарячий вода, у тебя была хорошая парада. Гарячий вода, у тебя будет еще шлише. Гарячий вода есть. Серйозное вопрос. Дети-дорослые, как это называется? Волга. А у нас там где-то, пожалуйста? Серёжно, я тоже радий, кого правильно кажут. Всі кажут пробирка, чашка, банка, гаршок, посылевка, посылка. Дорослые кажут, о, храбинь. Хлопчик кричал, о, баклажка. Я не буду голову, не буду з'явить голову. Бачите, носик сбоку. Це називається колобузина. Я налаю трошки гарячої води і кину кілька шмаків сухого льода. Ви побачите, він буде субтимувати дуже-дуже швидко. Сухий лідрок рисовують не тільки в медицині, в харчовій промисловості, але й не спецепенции. Якщо нам треба зробити баклажок, більше воно хіміка у фільмі, з тобою жистовують саму субтиму. Так що дуже красиво, дуже ефектно починається утримуватися. Зверніть увагу, тиску висок і газу потворюється дуже багато. Я передпалываю на яйцький органіст, відкрываю рот і вдихаю. І днеби, 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 днеби. Ви побіг роздейте апарат, подзагалате й днеби. Ненаркотична речо, вона в нас не збирала. Я не вилюки вам збиралася. Так, а тебе пробуйте на смак і нюхайте. Скажи, що воно вам нагаде. Я там аня. Який смак пробуйте? А на ній. Я тебе кажи, есхалений, тепер збачає. А все не верно, когда ты маешь смаку и слабо. Дядь, ты скажешь, о, ваншовый. Как можно сходить на газовый напитик, и это не смак? Народ, это можно много вдыхать? Нет. У вас будет гиппоксия, кисневое обладание. Вы этого не нюхаете, если пить не святой слабо. Вы будете просто как пьянь. Если это вдыхать секунды 20, вы святой не пить. Вы сделаете вторую слабо. Вы сейчас больше не пить. Окей, давайте попробуем. Свердите внимание, насколько тяжелый этот газ. Он больше, чем по рейде, он шлипко падает. Можно снизить? Можно брать его? Народ, в конце. Если вы хотите себе добрые погоды, если вы выживете до конца штуки, сделаем это только в 20 раз больше. Великую демонтуру не нюхайтеся, забудете все чуть-чуть. Но это будет не здесь, а в специальной физической посадке. Тазик я сделал, да? Великую этот тазик, мы сожгли все эти физические проблемы. Но, друзья, это будет в конце. Теперь пора переходить до более физических тем. Народ, знаете, что означает слово физика? Да! Что? Это же культура! Да! Это же культура! Да! Янку металу. Метал колывается. В него идет хвилька в воду и нам фуга. Труба морожня в середине? Да! Да! С точки зрения физики – нет. Вона богат. Там же там поветри. Там много поветри. Поветри тоже колывается. Можно вот так. Можно вот так. Можно вот так. Значит, вы умели на место как трёмбьютер. Знаете, что такое трёмбьютер? Да! Это Капитер streamercеновый мост lect. Инструмент по-это — иструк. Терембьютер! Это трёмбьютер! Нет. Шаг Question! Сestly, что это трёмбьютер! Это трёмбьютера? О-О-о-о-де — это трёмбьютер. Как вы думаете? Видите, вы думаете? Да. Это австралийский тубовый инструмент, это трёмбьютер. Звучите так? Такие шаманские инструменты. В чем прикол? Ця толпа может спевать сама парсабель. Дивите, какой чинок. Знаете, что у вас это натяну? Это ёршик для жирного коста. Это колон за ацом. Это газовый рязатель. Это западничка. Не требует направлять? Не верю, ничего страшного не будет. Я хочу показать. Метал нагрівається дуже добре. При цьому нагрівається повітря. А тепло повітря йде вверх чи вниз? Вверх. Наша батарея збрізла, не пиздели. Правда? Тому що тепло повітря легше, ніж на зиму. Моли прибрізли холодним. Воно опускається в них все. Те, що доросли, помітаєте, конвенція. Так мы беремо маленький шмак ёршика і засовуємо прямо в трубу. Та шо ми робили? Мы безвозом туда ходили. Це старий, але дуже класний споримент називається труба рийтя або співаюча труба. Що зараз буде відбуватись? Я нагріваю у дьоршика. Труба буде буфу. Як ракета. Коли я вам удалось, слухайте, ви почуєте звук. Труба почне співати. Слухайте, будь ласка. Нагріваємо. Привай, привай. Чому тепло повітря піднімається воно? Тут ухолоджується, падає. Зверти, зверти, зверти. Воно було коливання, ми ся тільки ще з вами хочемо. Давайте спробуємо ще раз. Я покажу. Цю трубу дуже легко заткнути. Продивіться. Співаємо. Не співаємо. Співаємо. Не співаємо. Не співаємо. Співаємо. Вобожно заспокоїться. Що ви знаєте? Якщо так, я вже призначаю. Ви наткнуємо трубу. Ви держи не окей. Це дана коливання, труба замовжається. Ще один спосіб. Друзі, трубу можна заткнути як людину. Дивіться. Це п'єс. Закалую рот і зверху. Оскільки немає нормального опорування, наша труба замовкає. Це прийшов дуповий інструмент. У вас є вдома таке? Ні. Так, не міні-відрубу. Ви знаєте? Ви знаєте? Будь-яка труба. Це ще си жарити. Ми побачили, що є маленький мис. Малечі вже встригали. Знаєте, що це таке? Кулька. Це звичайна кулька. Дивіться, що в солярині кулька? Там горючий газ, який називається водень. Точніше, грим... Водень. Водень. Подарод. Точніше, тут гримуче ясність. Водень і кисень. Воно беріть, якщо вас тиска, якщо збільшує тиск, воно не просто беріть, воно випухає. Таку воно можна зробити вдома на кухні. Знаєте, як? Я. Не знаєте, як? Слава Богу. Якщо випуху буде дивний запах, то це має рухає. Воно все збираєте. Воно не буде. Воно маленька. Воно не буде. Воно тут і чого і немає. Воно не п'єхали. Воно до вас вийшло. Ні! А приїде у вас треба? Середену. Воно хочемо. Щас буде трошки більше воно. Один. Два. 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 Дв�ď. Два. Ваня та дна хоча. Св Pfizer. Один. Один. Двихає в зерваскій кепотню. Ваня ми тут сидище. Двихаєше. В половиною буде не фарш,alla вже не без того ж. Не, не. А углекислый газ горит? Нет. Да мы бы не живы на этой планете. Он очень классный газ и львов. Сейчас покажу вам, что вы видите. Видите, тарелку? Я сейчас это налию в наибольшую в мире. Что это на нем? Что это на нем? Нет, это не горит. О, понюхал, закрыли. Это не горит. Это но, этиловый свет. Просто я хочу, чтобы вы знали, это органическая ретина, которая очень хорошо варит, которую не можно задумывать. Все это... Украинский, понимаете? Вы его не задумываете, а сдуете на что-то другое. Этот палающий спирт и будет пожарен. А как его сейчас сейчас? Писком, водой. Нам нужно собрать кисель. Собрать кисель, не будет удобно. Время. Время. Что делать? Публики слегаться. Он вытесняет кисель. Нет кисель, нет кухня. Можно даже кинуть туда шмаку сухого льода. И это же самое. Он напрягается, что это лечит. Причем, сублемует и его немного закрывает. В космосе можно что-то говорить? Нет. Субтитры создавал Dima. Субтитры создавал Dima. А теперь, друзья, если мы с вами чуть-чуть подозривали, пора играть электрику. Что такое электрику? Что такое электрику? Что такое электрику? Вообще, что я его звучу? А ну, посмотрим на доросли. Доросли. Згадуйте физику. Что такое электрику? Маляйтесь. Как на суть? А вы попробовали Субтитры создавал Dima. Вы совсем seperti что-либо мне пожалуйста. А правильный движение субтитры создавал Dima. А правильный движение силой. На Дмитрию, на Дмитрию. Всього мы все строили на воду А? Аттосер. Аттосер. Малейтесь не покоя. Аттосер. 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 Что рукается вокруг ядра? Электрони. Электрони. Будет эмективно заряжен. То есть выгасают какой-то электронный маркер. Что такое электрика? Это электрони. Кажут ядрол. Ядрол. Погуляй. Ловится один пик. Это электрони. Вот в розетках. В розетках. В розетках. В розетках. В розетках. 220 входит. Рожде? Я на вас принес один очень прикольный укрилок. Попробуй, народ. Ця катушка Тесли. Вона генерує 15000 вольт. Настільки висока натурка, що электрика буде передаватись прям в поветри. Не по дротах. А поветрия буде в салат. Ничего себе. Ага. 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 Сиди. Народ. Як думаете, можно не зарядить такого тонна? Готови побачите 15000 вольт? Хух. Тримайте штани на руку. Один. Два. Ей. 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 Це все. Я знаю. Всі завжди чекають. Хух. Хух. Але тут же не відео, не вольт. Тільки 15000 вольт. У мене достатньо, щоб зробити велику електричну мультичку. Ця іскерка називається коронний заряд. І тут я утворю такі штучки схожі на коронці. Якщо я візьму катушку в руки, всі 15000 вольт повинні дикатом в сербу. Хочете побачити? Ні. Ні. Що? Я навіть нічого не відчуваю. Не те, що мене паралізує, в мене не є одних разів. Тут висока напруга і велика частота електричного структу. Не рекомендую, бо вона піджарує палець. Народ, що таке сніг? Ні, ні. Я грізок викинув. Я не пишу шофоні правки. Чкіра. Чкіра. Боже. Тут електрончики бігають тільки по повертне тіло. Вони мене не просмажую. Народ, питання на мільйон. Що це є плазма? Пойдемо. Це... 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 Це право. Це право питання. Що це є плазма? Ті, ні, 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 ні. Ці, ні, ні, ні. Плазма – це четвертий, а лежатий стат. Народ, ці кули – спеціальні гази. Там не повітря. Там інертні гази. Я зараз віднесу, і буде магія. Поговорю? Так. Чи не шугай, буде строкний звук. Готові? Кульс. Стребна? Далі, піршопий. Щоб на мою гляд. Дивіться. Між ними кілька сантиметрів. А бачите, наскільки класно йде передача? Що? Ні, так далеко, бачите. Ну и радиус не такой большой, но видите, электрика рукается прямым. У нас в музее есть такая большая кулька. Бачите, это такая перенесная. Короче, вы можете плазму улю зробить дома. Знаете, как? Дуже легко. Берите тонушку десли и выкручиваете письминскую лампу. Бачите, лампа свитится наверх на таком месте. Только тут я дам, а тут гаїжу. Чёрные скушечки. Оскільки переміний электричный струк. Бачите? Дорога, эти лампочки экологические. Но вы знаете, что в середине ртут. Не река трутят, как в термомагах, а пары ртутят. Розъебьете скло, ртуть разводится по кімнаті. Это будет очень не полезно. Тому видите, дорога, электрический струк на самом деле скрізь. Его можно передавать даже в полюбку. Ну что ж, дорог, я вас трошки нагрею. Пора вас похолодить. Знаете, как называется эта штука? Оно повторить за одно слово. Чего? Дайте больше присутствую акцент. Это, дорог. Это не бедоники, где я оставаюсь. Это термос. Только не для молокана, не для кави, а для очень холодных речовин. Серед цьому термосу ридкий азот. Его температура, вдумайтесь, минус 196 градусов. Это холодно? Да, свежо. Я сейчас налеватиму азот в эту миску. Прогание. И кто меня не шувает, чтобы я на сегодня воду. Доброе? Поверьте, не прикольнейшее, что ридкий азот попадает на огонь. Что такое ридкий азот? Это родина без колору, без запаху, или с смахом. Я без понятия не могу. Насправді он без смаху и нет народа. Нюхать его не можно. Не нюхать ридкий азот, потому что он просто уморозил себе слизовую носа. Видите, он сразу кипит. Бо ему тут очень горячо. У него температура больше. Чи можно туда засовывать руку? Верно. Один раз можно. Засовываю. И просто сами отломали. Змоделюем ситуацию. Мы с вами... Что мы сейчас сделаем? Мы с вами вкрепчешнили. Штіна очень эластичная, как резина. Уявите, это чаясь рука. Что будет с резиной? Не поменяется химическая будьба. Это будет та самая резина. Но она станет, что называется ригидно. Ригидно – это абсолютно не хрустка и не эластичная. Вот уявите. Человек потребовал руку в ригидном азоте. И такой... А чего я руки не чувствую? Нет. Просто можете собі пола масла снять. Это же, поверьте, будет и штігло. Через несколько секунд вона размерзнется. Дики нам это поможет? Нет. Ну рука будет уже разникала. Тому майте новацію. Примати руку в ригидном азоте – это не случайно. А если выливать ригидный азот на руку, там уже явище будет по цей камине. Как вас зовут? Оксана. Оксана. Паня Оксана. Паня Оксана, какую руку вам не жалко? Уже не про пальцы. А ты не жива. Расставьте пальцы. Жива рука паня Оксана. 11 мартура – минус 200. Вы меня доверяете? Правильно. Я бы такому точно не доверял. Давайте проверим. Один, два. Расслабьтесь. Поплакали паня Оксана. Ееееее. Ееее. Это полно. Видите, у вас здесь ступлива шкіра. И ничего страшного. Розберем вас чуму. Паня Оксана, горячий жилька? 36, 36. Что будет, если нагреть ригидный азот? И одразу выпаровывается. Рука достаточно горячая, что для нее азот выпаровывается. И даже не торкается до шкири. И просто зискался. Это называется, ну, повтори за мною, Эферфлейденфроста. 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 Скажи, сколько мотивирует. Все это мёд. Да, когда встречаются две речки с очень разными температурами. Рядкий азот выпаровывается швидко и в очень больших объемах. С одного литра рядкого сотрит будто творится майже 700 литров газа. Я сейчас покажу. Радим, это мы наложили десь 200 миллилитров газа. Если вы наложили газ, то это будет десь 140 литров. Раз, два, три. А сейчас тут? Да. Раз, два, два. Я буду очень узненен. Ах, ваше сотрит может быть? Ура! Один такой литра. З одного литра рядкого сотрит сотрит в его 100 миллилитров. Вы знаете, сколько вы сотрит в его 100 миллилитров? Знаете парадокс? Нас расшелись, а я стыкаю, сестра. Выдержать, милая. Хорошо, только потом, слушайте. Низ повысокий и... Тому мать не мовать. Понимаете, если таки ваша позиция приходится, но просто таки не поставите. Не-не-не. Давайте больше всего поменьше выпорвать. Прямо для вас. Хочешь на вас вырвать? Да! Не, на вас не буду, а милая вас рассветим. Готови? Я вас на бедло. Один, два, три. И вверху на тело выпорвать. Не под рукой, если. Трошки пизднейше мы с вами щеплены мыло. Живые истории. Супер важный эксперимент. Всегда отходим, отходим, отходим. На улице. 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 С disappointment. Продолжение следует...